Дорогие друзья, рада приветствовать вас в литературной гостиной. Сегодня у нас желанный гость, поэт, крывет, журналист, замечательный человек Николай Викторович Марянин. Мы приветствуем Николая Марянина в нашей студии и как эпиграф я хочу прочесть следующие его строки. Как и положено людям, мы до последнего дня верим, надеемся, любим, в сердце смирений храня. Итак, слово Николаю Марянину. Друзья, добрый день. Родился я в селе с красивым названием Три озера в нескольких километрах от Волги и на одном из них, Атманском озере стоит сейчас мой родной дом. Встанешь утром, выглянешь в окно на зорьки. Зеркало воды, солнце встает. И отражение миллионы разноцветных, разных самых фигур. По неволе начнешь писать стихи. В небе утреннем горя, зеркалами вымысла, Из-за озера заря красной розой выросла. Разрезая серебро, в волнах бесконечности Снова выпалось зеро на рулетке вечности, И трепещут на ветру отражения мрачные. Неужели не к добру зеркала прозрачные, Но уже метель метет в перемешку с грезами, И все озеро цветет золотыми розами. Ну а первое свое стихотворение я написал в шестом классе, Когда влюбился в одноклассницу. Потом мы научились играть на семиструнной гитаре, Слушали песни Владимира Высоцкого, И я начал в подражании ему сочинять стихи и песни Подвысоцкого. В девятом классе создали с друзьями ансамбль, И я предложил название «Славяне». И он, кстати, существует до сих пор, Через два года будем отмечать 50-летний юбилей его. В десятом классе отрастили волосы под бетлов, Как это было модно. Мне однажды на уроке учитель заявил, Что в школу можешь не приходить, Пока не пострижешься. Это, наверное, тоже многие прошли. Ну а я, это было на уроке, Я взял дневник, Обиженный немного, Открыл и на задней стороне обложки Экспромтом написал, Я буду драться до конца, Никто меня не остановит, А кто попробует, тот словит Шальную порцию свинца. Вот в школу, конечно, я пришел постриженно, И через несколько дней Мне влепили двойку заведения дневника С таким вопросом, Что это за дерзкие стихии у тебя. Вот, ну и я решил сьюморить, Говорю, это Александр Блок. И от меня тут же встали, А, ну и Блок, это ладно, это можно. После школы я приехал в Ульяновск, Учился в Политехническом институте, По распределению попал на завод Контактор, Сам завод в центре города, А общежитие у него, Ну, у черта на куличках, В Кендяковке. Ну, я, в общем-то, благодарен судьбе, Что она меня туда забросила, Потому что в этой рабочей общаге Мы встретились и подружились С Сергеем Ляминым, Певцом и композитором. Он тогда уже писал песни, Мы стали писать их вместе, Создали там в общежитии Рок-группу под названием «Жизнь». Играли на танцах, Там гастролировали по кендяковским общагам. Вот, ну и писали песни. В рабочем общежитии, конечно, Для творчества место трудно было найти, И мы спускались в подвал, Куда вообще никто не ходил, Потому что там обитали полчища крыс Огромных, и черных, и серых. Вот, но они к нам быстро привыкли, Садились рядком и наблюдали, Как я в одном углу пишу стихи, Сережа в другом углу пишет музыку, А потом мы поднимались на этажи К друзьям, и уже с премьерой Новой песни. Ну, было нам тогда по 20 с хвостиком, Но закон жанра, Рок-музыка требовал Таких текстов, Каких-то энергичных, И мы писали какие-то философские, Заумные. Ну, о старости, Например, Труднее жить В глазах усталость, Кого винить, Приходит старость, В висках металл, Слабеют ноги, Шел и упал на пол дороги, Со смертью бой Жесток и страшен, Струится боль, И смысл утрачен, И мало жить тебе осталось, Кого винить, Приходит старость, Клянут друзья, Бросают дети, А может, зря ты жил на свете, Спроси людей, Узнай без прений, Кто ты, Злодей Или добрый гений, Кем в жизни был, Кого обидел, Людей любил Или ненавидел, Ведь мало жить тебе осталось, Кого винить, Приходит старость. Только сейчас Начинаем осознавать мы Смысл того, Что написали Сорок лет назад. Тогда же я повез Сережу Лямина К себе в гости, В три озера, И так же вот на зорьке Мы с ним вышли, Сели на лавочку, Та же тишина, Зеркало перед нами, И солнышко встает, И Сережа запел Во весь голос Три озера, Да это же песня, Закричал он. Ну и мы тут же написали Песню Три озера, Которую, собственно, Ансамбль славяне Поет до сих пор. Там сменилось Около 15 составов За это время, Около 150 человек, И раз в году, В августе, Все съезжаются На День славян, Чтобы Обняться, Попеть песни. Давайте послушаем Эту песню, А заодно И увидим И три озера, И славян, И мой родной дом Там пару раз Мелькнет. Сергей Ильямин. Посреди лесов, Посреди полей лугов, Разметала Русь Деревень Святую грусть, Голубой простор Напоем теплом озер, А у берегов Древних ветел Вечный злор. Ты, озера, По сердце России, Ты, слезинки На русской земле, Суждено мне В озерной синие, И родиться, И жить, И покорно Растает во мгле. Ты, озера, О, моя родина, В глубине озер Затаила Русь Свой взор. Плеск прибрежных волн Вековой печалью полн Словно в зеркала Стоя облаков Легла Старой церкви крест Воль и память Этих мест Три озера О, в сердце России Три слезинки На русской земле Суждено мне В озерной синие И родиться, И жить, И покорно Растает во мгле. Ты, озера, О, моя родина, Плачет милая родина Дождиком теплым В жилетку земли Тянет кисти смородина В дом, где по стеклам Плывут корабли Легкий ветер под парусом Гонит с заката Озерную рябь И вплетается хаосом Жизни соната В небесную хлябь Все там будем А ныне я К мокрым березкам На берег бегу И не надо уныния В платье неброском На том берегу Видишь, церковь Под тучами Доброй старушкой Склонилась в кусты А над нашими душами Радугой русской Взметнулись кресты Значит, будет спасение Все-таки будет Под этой звездой И опять воскресенье Сердце остудит Озерной водой Золотая смородина Мнет подорожник Былых неудач Моя милая родина Кончился дождик Не надо Не плачь И еще несколько стихотворений Которые родились На берегах Моих трех озер То ли солнце взошло Взрезав мир изнутри То ли вышел Христос Из хрустальной зари Всемогущее море Живого огня Разлилось За зеленой решеткой Плетня Машет желтой косынкой Под солнечный круг И спешит за светилом С востока На юг и на запад Туда, где в закате мирском Благородный спаситель Бредет босиком А Россия в косынке Стоит золотой Перед Богом Рисуясь своей красотой Только летник Под солнечным маслом пропах Да от семечек хрупких Лузга на губах Да от солнц многочисленных Слепнут глаза Да целуются в красном углу Образа И сияет с ушедшего В небо креста Аллегория солнца И символ Христа Выглянуло солнышко С самого утра Это ты, Алёнушка Вышла со двора Приучилась с молоду Раненько встаёшь Скоромыслом по воду К озеру идёшь Тишина венчальная Гладит лоном вод Ты стоишь печальная Глядя на восход Стройная и нежная Смотришь грусть тая Лебедь белоснежная Зоренько моя И всплывает солнышко Словно во хмелю Милая Алёнушка Я тебя люблю Шальной дурман полыни Как дерзкий путь в зенит Мне душу и поныне Волнует и пьянит По замыслу мессии Всем сладостям назло Считай, что пол России Полынью поросло Чуть спустишься с пригорка И хоть косой коси Не потому ли горько Живётся на Руси Но нас ведь и под плёткой Так просто не возьмёшь Россию горькой водкой Захочешь, не зальёшь И потому так громко В хмелю полынных струй Кричат в России Горько Под сладкий поцелуй Многие из этих стихов И стали песнями Сергей Лямин написал их На мои стихи Мы уже давно со счёту Сбились, наверное, более трёхсот Ну и одна из них Была написана К моей свадьбе Которая тоже прошла В трёх озёрах Мы два километра С одного конца села На другой Шли на выкуп невесты И горланили эту песню Хором, дружно Она называется «Ойда» Где-то за рекою Где-то за горою Моя милая живёт Ойда Рано утром встанет Ясным солнцем глянет Тихо по воду пойдёт Выйдёт в чистом поле Погулеть на воле Про любовь свою Песню запоёт Ой-вы Трубки луговые Стёжки полевые Вы свидите вместе нас Ой-вы Шёлковые травы Светлые дубравы От чужих укройте глаз Выйдем в чистом поле Погулять на воле С милою вдвоём Песню запоём Ойда Чистое приволье Русское раздолье Меня с милой Меня с милой обвенчай Пойда Шумному застолью Добрым хлебом с солью Красную девицу встречай Красную девицу встречай Выйдем в чистом поле Погулять на воле На весёлый лад Песни зазвенят Песни зазвенят Песни зазвенят Но учиться мне было там очень скучно Самый интересный для меня предмет Был как раз философия Я его отлично издавал Наверное, в следующую книгу Соберу всё, что я написал На эту тему Они создавались В разных ситуациях В разных обстановках Но про одну уже я вам говорил Про подвал с крысами Как раз такая среда для философии Однажды поехал в три озера Те же самые незабвенные В отпуск Приехал А там ливень, гроза, ураганный ветер Холод среди лета И так вот две недели Я не мог выйти даже из дома Слава Богу Был со мной Томик Ницше Вот я его перечитал И написал цикл стихотворений Ну тоже вот замешанных На его там этих философских Всяких сентенциях Вот я прочитаю вам пару фрагментов Сквозь завистью отравленный эфир Больная явь сочится из расщелин Рождён несовершенным этот мир И значит сам Творец несовершенен Свет истины сокрыт внутри глухом Лишь избранным потворству и мятежно Коль названо сомнение грехом Убожество сознания неизбежно Захлёстывать прозрение петлёй Упёртых догм и предрассудков Надаль И мудрость распласталась над землёй Как ворон, что опять почуял падаль А в подсознании кружит мысли верть Жизнь – буйная болезнь души и тела Лекарство от которой только смерть Сошедшая из высшего предела Ещё один фрагмент Человечество в поисках Бога Не одну нам поведала повесть Но быльём зарастает дорога в мир Где истинный Бог – наша совесть Она стала оплотом морали И грехи отпускала до срока А её на земле растерзали Кровожадные духи порока Во спасение хочется дружно Обнажить наши тайные вздохи Эксгумацию совести нужно провести По призыву эпохи И когда перекрытие треснет Над засевшим в сознании зверем Как Христос наша совесть воскреснет И в неё мы, как в Бога, поверим Уход наших близких – это тоже философия жизни В книге «Симбирская рапсодия» Целый раздел посвятил памяти поэтов Начиная с Высоцкого Написано это в 80-м ещё году И заканчивая уходом Евгения Евтушенко Но и, конечно, стихи, посвящённые памяти Моих друзей Анатолия Чеснокова, Владимира Касаурова Валерия Кружко и Евгения Мельникова Я всем им устанавливал памятники В своё время На памятник Евгению Мельникову Деньги собирал больше года Набрал около 20 тысяч 15 тысяч не хватало Ну вот опять выручились стихи В то время начали перестраивать ЦУМ И фирма, которая этим занималась Они обратились ко мне написать легенду о ЦУМе Я им написал Но они её даже выбили на металле Она сейчас висит там на центральном атриуме в ЦУМе А я в ответ попросил их Внести недостающие деньги на памятник Вот таким образом мы установили Жене Мельникову достойный памятник Ну а недавно, в ноябре, покинул нас Танечка Эйхман Всеми нами любимая Она была вечным двигателем Корсунского района Я не знаю, заменит её Сможет ли кто-то заменить её Теперь Сами собой родились строки прощания Солнце памяти Реквием по Татьяне На земле, не чувствуя опоры С Родиной прощаясь на лету Обняла Корсунские просторы И как птица взмыла в высоту Ну а дальше лучше всего эти стихи Споёт Сергей Лябин На земле, не чувствуя опоры С Родиной прощаясь на лету Обняла Корсунские просторы И как птица взмыла в высоту По созвездиям цвета изумруда Медленно прошла едва дыша К чистому источнику откуда Вдохновенье черпала душа Здесь царит поэзия бунтарка И всегда имеет высший тон Магия языковского парка Пушкинского праздника восторг Под луною это всё не ново Строки льются только позови И звучит божественное слово Как поэма веры и любви Где-то тает горький плач гармонии С вечностью чуть слышно говоря Сверху вся Россия на ладони В белом покрывале ноября И горит светило во вселенной Траур на свою склоняясь Это солнце памяти нетленной В каждом сердце любящим Зажглась В заключение ещё об одном из моих увлечений Это краеведение Я опубликовал в газетах и журналах Больше ста краеведческих статей По истории Среднего Поволжья Ну и В том числе и о поэтах И о прозаиках Нашего края Пять лет назад мы с Ольгой Шейпак Издали Антологию Ульяновской словесности Начало 21 века Где 159 авторов Их биографии Их произведения Были опубликованы А годом раньше Я был редактором И автором многих статей В энциклопедии Города Болгара Испасского района Это вот мои места Ну и В 17-м году Мы начали В журнале Симбирск Такую рубрику Юбилейный календарь И с тех пор В каждом номере 20-25 писателей Связанных с нашим краем Мы даем их биографии Произведения Фотографии Ну и Как итог Вот сейчас я завершаю работу Над большой книгой Она называется Словарь Биографический словарь писателей Связанных с Симбирским Ульяновским краем За тысячу лет его истории Там будет более 1600 литераторов Начиная с X века И по сегодняшний день А книга будет называться Отчизна поэтов Я вас поздравляю с Новым Годом Надеюсь Что он будет лучше Чем прошедший Родина Синие дали В чаши янтарной зари Запах душицы в бокале Памятных дней снегири Прошлого Звонкая песня Светлых берез Терема Болдина Красная пресня Дымкова Гжель Хохлома Тонкий узор По оконцу Стойкий дурман Кабаков И устремленные К солнцу Мысли И чувства Веков Брызги весенних прогалин Страсти великий почин Пушкин Суворов Гагарин Жуков Чайковский Шукшин Удаль с душой полководца Резвые кони в степи Тайны святого колодца С ветхой бадьей на цепи Радость И скорбь без остатка Русского чувства накал Крым Беломорье Камчатка Волга Сибирь И Байкал К зыбкому счастью дорога Совести сдержанной Вздох И постижение Бога В бездне суровых эпох Истины Высшая мера Сердце Настикшее вновь Там Где надежда И вера Вечно Рождают Любовь В январе Николай Викторович Марянин Отмечает Свой юбилейный День рождения Мы Сердечно поздравляем Нашего Постоянного Автора Ведущего Рубрики Юбилейный календарь В журнале Симбирск Нашего друга И Замечательного Поэта Со славным Юбилеем Очень хочется Пожелать Николаю Держаться На высоте Лететь Высоко И Издавать новые книги Идти к новым Вершинам И оставаться Таким же Замечательным Человеком Дорогие друзья Всего вам Самого Самого Доброго Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин